Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня» в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Совместные учения Государственной службы охраны и спецподразделений силовых структур. В ходе учебно-тренировочного марш-броска силовики выполнили все поставленные задачи. За происходящим наблюдал Верховный главнокомандующий Алан Гоглоев. Мероприятия в честь Дня государственного флага Российской Федерации прошли в Цхинвале и в районах республики. Вспоминая первого посла Эльбруса Конякоевича Каргиева, дипломата, которому пришлось с нуля выстраивать дипломатические отношения с Российской Федерацией в условиях послевоенного времени. Сегодня в Южной Осетии прошли масштабные учения Государственной службы охраны совместно со спецподразделениями силовых структур. В ходе учений профессионально были отработаны все поставленные боевые задачи. За учениями наблюдал президент Алан Гоглоев. Он отметил, что подобные мероприятия способствуют укреплению взаимоотношений между силовыми ведомствами и поблагодарил бойцов за слаженность и хорошую подготовку. Государственная служба охраны организовала масштабные учения с участием спецразделений силовых структур. Совместные учения силовиков были приурочены ко дню признания независимости Южной Осетии и России. За маневрами наблюдал Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Алан Гоглоев. Товарищ Верховный Главнокомандующий, разрешите доложить о ходе совместных учений силовых ведомств Республики Южная Осетия. На данный момент проделом марш-басок протяженностью 14 километров. Задачи учебно-тренировочного марш-баска были преследовать диверсионно-разведывательную группу противников. По пересечённой местности. Выявление и прохождение снайперских засад. Обнаружение и обезвреживание минных заграждений в виде разного рода растяжек. Отработка эвакуации раненого. Оказание первой медицинской помощи раненому. Перевязка остановка кровотечения. В мероприятии принимают участие спецгруппа Казарственной службы охраны Республики Южная Осетия. Спецназ Министерства обороны Республики Южная Осетия. Подразделения ОМОН и СОБР при МВД Республики Южная Осетия. ОСОН КГБ Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия. В первой половине дня силовые структуры были приведены в высшую степень готовности с последующим марш-броском в полной боевой экипировке. Силовики продемонстрировали профессиональные навыки и умения по огневой, физической и тактико-специальной подготовке. Учения проходили с использованием спецтехники и беспилотных летательных аппаратов. Было отработано сразу несколько задач. Бойцы исследовали диверсионно-разведывательную группу противника, выявили снайперскую засаду и обезвредили условных преступников. Кроме того, в ходе учений бойцам удалось обнаружить и обезвредить минные заграждения, а также необходимо было оказать первую медицинскую помощь. Далее президенту продемонстрировали, как в ходе условного подрыва моста боевая группа переправилась через водное препятствие. По итогам учений было отмечено, что все профессионально справились с поставленными задачами. У нас специалисты. И сейчас здесь хватало того, Начальник госохраны Андрей Кочев поблагодарил бойцов за участие в мероприятии. Продолжение следует... Подобные совместные учения способствуют укреплению взаимоотношений между силовыми ведомствами и наработки совместных слаженных действий, отметил президент. Продолжение следует... Алан Гоглоев также поблагодарил бойцов за хорошую подготовку и слаженную работу. Продолжение следует... В завершении ряд бойцов были удостоены государственных наград. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Сармат Кузитаев, Джон Итехов, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. За выдающиеся творческие достижения в области литературы и искусства в Южной Осетии стали известны имена претендентов на соискание премии Костахета Гурова. После приема заявок комиссия приступила к рассмотрению авторских произведений, получивших широкое общественное признание. В числе обязательных условий произведения должны быть опубликованы или презентованы за пятилетний период. На соискании премии Костахета Гурова претендует произведения в области литературы, публицистики, искусства, астинской филологии и исторических наук. Это оригинальные авторские труды, созданные и презентованные за пятилетний период. Комиссия рассмотрела все поступившие материалы и на недавнем заседании были обсуждены все эти работы. Из 12 выдвинутых кандидатур, которые участвовали в конкурсе, допущены или были признаны соответствующими 10 кандидатов. То есть 10 номинантов есть у нас сейчас на премию Костахета. Кандидаты на соискание премии были выдвинуты творческими союзами, учреждениями образования, науки и культуры. В области литературы представлено три произведения. Это сборники стихотворений поэта Серго Плита, поэтическая книга Эльзы Кукоевой и сборник сказок Беллы Джекаевой. В области астинской филологии комиссия допустила к участию в конкурсе сотрудника научно-исследовательского института Иннала Тибилова с научной работой, посвященной изучению астинской литературы. В номинации искусства к конкурсу допущены работы народного художника Республики Южная Осетия Ирбека Алборова, молодого художника Георгия Шавлохова и скульптора Николая Дзукаева. В номинации публицестиков в конкурсе примут участие газета «Хорзари» и «Йогу ТВ» за цикл передач, посвященных творчеству Костахи Тагурова. И в номинации «Историческая наука» номинантом стал доктор исторических наук Людвиг Чемеров за работу энциклопедия «Осетинской нартиады». Комиссия уже опубликовала список номинантов и у общественности, и у комиссии есть два месяца, даже более двух месяцев до первой половины октября, опознакомиться со всеми этими работами и высказать свое мнение. В этом году присуждение премии приурочено к 165-летию со дня рождения Костахи Тагурова. Победители конкурса станут известны в октябре. Лицу, удостоенному премии, присваивается звание лауреата государственной премии имени Костахи Тагурова. Вручаются диплом лауреата, нагрудный знак и денежная премия в размере 350 тысяч рублей. Очень важным событием в рамках празднования года Коста и работы, которые получат признание, действительно внесут свой большой вклад в национальную культуру осетинского народа. Всем номинантам успехов, и я думаю, что для всех нас это будет очень интересным и важным событием. Государственная премия имени Костахи Тагурова присуждается за выдающиеся творческие достижения и значительный вклад в осетинскую национальную культуру в области литературы и искусства, публицистики, осетинской филологии, исторических наук. Премия была учреждена указом президента Южной Осетии в 2009 году. До 2019 года премия присуждалась раз в два года. Сейчас ее присуждают раз в пять лет. В Цхинвале прошло мероприятие в честь Дня российского флага. Представительство Россотрудничества организовало праздник для детей, который прошел на территории Дворца детского творчества. В программе детский концерт, праздничный, игры и флешмоб. Также детям рассказали об истории российского триколора. Мероприятие, приуроченное ко Дню государственного флага Российской Федерации, отметили праздничным концертом. Россотрудничество организовало акцию во Дворе детского творчества. В мероприятии участвовали школьники, звучали патриотические песни, стихотворения. Дети приняли участие и в флешмобе. В будни или в праздник над нами гордо рейд полотном. Всего три цвета. Белый, синий, красный. Но сколько в тех цветах заключено. С ребятами рассказали об истории российского триколора. Они, в свою очередь, рисовали на асфальте тематические рисунки. Государственный флаг – символ нашего единства. Уверен, что он всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, отметил глава Русского дома Сергей Комиссаров. Это символ государственности Российской Федерации. Что он означает? Он означает, что Россия защищает каждого из вас. И что каждый из вас не может подвести Россию. По этому знаку нас узнают в мире. Во всех государствах, где бы мы ни были, если в наших руках или на нас есть символика, все понимают, откуда мы, что мы из себя представляем. И понимают, что стоит за нашей спиной. Какая большая страна, какая большая сила. Торжественная атмосфера, радостные глаза. Ребят говорят только о том, что праздник удался. Отметили организаторы. Предприятие организовано Кодинационным советом Российских соотечественников Республики Южной Осетии при поддержке Русского дома Республики Южной Осетии, Министерства образования Республики Южной Осетии. Мы объявляем в виде участия наши постоянные активные участники всех наших мероприятий. Это Генеза, 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 Музыкальная школа, Российский флаг – это отражение летописей страны и единства народов и гордость за свою державу. Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия и патриотические акции. Яна Плиева, Альдина Чихоева, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Осетии вспоминают видного общественного государственного деятеля, первого посла Эльбруса Коняковича Каркиева. Он возглавил дипломатическое ведомство в сложный для республики период – послевоенное время, когда нужно было с нуля строить и развивать установившиеся дипломатические отношения между Южной Осетией и Россией. В 2008 году после признания независимости Южной Осетии и Россией между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Российское посольство возглавил дипломат, настоящий патриот России и Осетии Эльбрус Каркиев, проработавший в Южной Осетии 9 лет. И все эти годы были наполнены его активной деятельностью по укреплению двухсторонних отношений. Судьба Эльбруса Коняковича с Южной Осетии связала задолго до его назначения первым послом Российской Федерации в Южной Осетии. Дело в том, что он работал в МИДе Российской Федерации, и входил в четвертый департамент, который курировал Южную Осетию, Абхазию, ну, другие республики СНГ. И мы, проводя свои заседания в СМК, встречались с Эльбрусом Коняковичем. Он принимал участие на заседаниях СМК. В 90-х Эльбрус Каргиев часто приезжал в Южную Осетию. Он хорошо знал о том, что происходило в Южной части Осетии. После августовских событий, когда Эльбрус Конякович прибыл уже в качестве посла, перед ним стояли новые задачи. Он является основоположником дипломатической службы, первой дипломатической службы здесь, в Южной Осетии. И, по всей видимости, вы тоже свидетели того, что он был всегда активен, работал над тем, чтобы взаимоотношения России и Южной Осетии, они бы выходили на новый, более высокий уровень. И он принимал активное участие в нашей государственной, общественной жизни. Он был не только профессионалом, лучшим в своем деле, но и талантливым человеком. Эльбрус Конякович владел турецким, французским и немецким языками. Сегодня уже мало кто помнит, что в Северокавказском горно-металлургическом институте были вокально-инструментальный ансамбль под руководством Алана Плиева и профессорско-преподавательский хор. Он был большим любителем искусства, искусства и в самом посольстве Российской Федерации. Он мне рассказывал с такой радостью, что организовал ансамбль сотрудников посольства, и они танцевали остинские танцы и шутил всегда, что через искусство я объединю Южную Осетию с Российской Федерацией. В студенческие годы Эльбрус был солистом ансамбля. По сей день сохранились видеоматериалы, где Эльбрус Конякович исполняет песню на осетинском языке. ПЕСНЯ Российско-югостинские межгосударственные отношения, начало которым было положено после признания независимости, продолжают развиваться, охватывая новые сферы. И в развитии двухсторонних отношений Эльбрус Каргиев внес неоценимый вклад. Блестящий дипломат ушел из жизни 11 января 2020 года. В памяти осетинского народа Эльбрус Конякович останется как замечательный дипломат, всегда несгибаемым, твердым и принципиальным в делах, истинным патриотом России и Осетии. Оксана Джуэва, Зарима Арсоева, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. 22 августа в 2008 в Южной Осетии началось восстановление разрушенных во время грузинской агрессии зданий. В тот же день парламент республики обратился к главам государств мира и президенту Российской Федерации с просьбой о признании независимости республики Южная Осетия. Подробнее в хронике. 22 августа Южную Осетию посетил тогдашний министр регионального развития Российской Федерации Дмитрий Козак. Он распорядился подготовить план первоочередных мероприятий по восстановлению социально значимых объектов республики. Дмитрий Козак призвал всех жителей Южной Осетии подключаться к бригадам Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, чтобы быстрее восстановить разрушенные в результате грузинской агрессии объекты. Как сообщали информагентства, 22 августа в Южной Осетии приступили к строительным работам. Спецстрой России приступил к ремонту зданий и сооружений на территории. Было принято решение восстановить свыше 30 объектов, в том числе 15 школ, отремонтировать госучреждения. Агентству поставлена задача к 1 сентября сдать в эксплуатацию все шесть школ города. Есть также информация о том, что 30 августа будет проведена церемония открытия одной из этих школ, сообщил сотрудник агентства Спецстрой. 22 августа 16 лет назад парламент Республики Южная Осетия обратился к президенту Российской Федерации, Совету Федерации Государственной Думы, главам государств мира с просьбой о признании независимости Республики Южная Осетия. Наша суверенная государственность состоялась и на протяжении 18 лет многократно доказала свою стабильность, демократическую сущность и приверженность общепризнанным ценностям цивилизованного сообщества, миру и стабильности. Призываем все миролюбивые страны признать Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. Народ Южной Осетии верил, что обращения найдут достойную поддержку и понимание со стороны руководства Российской Федерации. Стелла Бязарова, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...